В основу будущего спецтрибунала Украина предлагает положить пять критериев, в том числе правила и подходы, применяемые Международным уголовным судом и изложенные в его римском уставе. Юрисдикция спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, то есть с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. К тому же ни статус главы государства, они какой-либо другой официальный статус не должны освобождать от индивидуальной уголовной ответственности или смягчать наказание за преступление. К тому же Дмитрий Кулеба отметил, что спецтрибунал должен будет рассматривать исключительно преступления во время вооруженной агрессии России против Украины. Я выскажусь предельно ясно. Украина обвиняет Россию в совершении преступной агрессии. Вместе с другими государствами, организациями и институтами мы используем все доступные инструменты, чтобы добиться справедливости для тысяч невинных жертв этого преступления. И мы не сложим руки, пока виновные не будут привлечены к ответственности. Перспективы и возможности преследования за военные преступления, совершенные впоследствии вторжения России в Украину, обсуждают в ГААГе представители 30 государств. Только добившись справедливости, можно помочь жертвам и их семьям. Это колоссальная задача, потому что она требует сбора и хранения доказательств в разгар войны. Это требует надежности и стабильности в работе украинского правосудия. И это требует вашей поддержки. Вот почему собрались здесь сегодня. Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции. Именно от международной сплоченности в вопросе преследования и наказания виновных зависит, будет ли существовать такой инструмент, как международное право, отметил во время своего выступления в ГААГе президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские правоохранительные органы зарегистрировали порядка 34 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией. В частности, по предварительным данным, более 200 тысяч детей российские оккупанты похитили и вывезли из страны. Сегодня, по данным офиса генпрокурора, Украина идентифицировала более 600 подозреваемых в военных преступлениях и возбудила уголовное преследование около 80 из них. Двое российских военных уже осуждены. Каждый день гибнут наши люди, каждый день гибнут дети. Из-за российской агрессии десятки тысяч украинцев убиты, замучены, искалечены и миллионы депортированы в Россию или лишены дома из-за боевых действий. Верю, что Международный уголовный суд неизбежно обеспечит ответственность тех за преступления, которые относятся к его подсудности, военные преступления, преступления против человечности, преступления геноцида. Но имеющиеся судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных именно в первоначальном преступлении агрессии. Поэтому и нужен специальный трибунал по этому преступлению, российской агрессии против Украины. Трибунал, который обеспечит законное наказание тех, кто начал эту историю, катастроф и трагедий. Однако наказать виновных недостаточно. Необходимо предоставить жертвам преступлений полную помощь и отстроить все разрушенное в результате агрессии. Зеленский подчеркнул, что агрессор должен проиграть не только на поле боя, но и на уровне смыслов. А война должна стать тяжелым ущербом в первую очередь для российских оккупантов, а не для жертв. В свою очередь прокурор Международного уголовного суда Карим Хан подчеркнул. Нам нужно снова пробудиться. Это момент для роста интернационального права. Слишком долго одной из болезней, поражавших нас, было восприятие закона как того, что можно принять, когда мы этого хотим, игнорировать его, когда это неудобно. Соблюдение закона и практическое применение закона, как залога стабильности и безопасности, является требованием времени. Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда. Сегодня необходимость создания спецтрибунала уже поддержали ПАСЭ, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ. А накануне конференции в Гааге более 40 государств поддержали иск Украины и Международный суд ООН с обвинениями в адрес России в осуществлении геноцида. В заявлении страны призывают Москву немедленно прекратить военные действия. Юлия Грановская, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.